Доброе утро! В эфире вновь выпуск новостей на телеканале Катунь24. Меня зовут Егор Матаев. Переходим к выпуску. В стране создает новую систему социальных лифтов для молодых управленцев. В Новосибирске на окружном этапе конкурса «Лидеры России» строгий отбор по профессиональным качествам прошли более 300 человек. Среди них 19 представителей Алтайского края. Подробности у Глеба Полянского. Конкурс «Лидеры России» призван пополнить ряды управленческой элиты страны молодыми, квалифицированными кадрами. Руководители федеральных органов власти, губернаторы и владельцы крупного бизнеса ставят конкретные задачи, а конкурсанты предлагают решения. Тех, кто проявил себя лучше других, ждет карьера в федеральных министерствах, правительствах регионов и руководящие должности в крупных компаниях. «Процесс возрастления государственного аппарата. Мы с вами перешли сегодня к отбору, воспитанию и подготовке кадров как в органы власти, так и в бизнес-структуре». Губернатор Алтайского края Виктор Томенко – один из наставников конкурса. Он ответил на вопросы участников и подчеркнул, что все полуфиналисты получат возможность войти в кадровый резерв органов исполнительной власти региона. Также он назвал ключевые качества современного лидера. «Он должен быть компетентным в вопросах, которым он занимается. Второй вопрос – успешность. Успешность определяется результатами, поэтому результативность – это то, что должен обладать умением достигать результат, получать результат, настоящий успешный лидер сегодняшнего дня. Целеустремленность, готовность идти к цели, несмотря на то, что иногда бывают и поражения, иногда бывают неуспехи, значит, все-таки находить в себе силы и вести за собой людей». Сегодня стали известны результаты окружного этапа испытаний. В марте на финальном этапе конкурса «Алтайский край» представят заместитель главного врача по медицинской части Краевой офтальмологической больницы Владимир Ткачев и руководитель компании «Вот это чай» Евгений Шафорост. Каждый из финалистов получит образовательный грант в размере миллиона рублей. Глеб Полянский и Сергей Балуев. Новости. «Алтайский край» вошел в число регионов-лидеров по суточной реализации молока. Рейтинг составило Министерство сельского хозяйства России. 42,5 тысячи тонн. Столько молока ежегодно реализует сельхозорганизация Алтайского края. Это почти на 5% больше, чем в прошлом году. Таким образом, наш регион попал в рейтинг лидеров по России. Максимальные показатели также зафиксированы в Республике Татарстан, Краснодарском крае, Воронежской, Кировской областях и других субъектах. У алтайских школьников осталось две недели, чтобы выбрать предметы для сдачи ЕГЭ. 1 февраля – последний день подачи заявлений на участие в государственной итоговой аттестации. В заявлении можно указать любое количество предметов. Два экзамена – русский язык и математика. Обязательны для выпускников 2019 года. Успешная сдача этих предметов необходима для получения аттестата о среднем высшем образовании. Остальные предметы участники сдают по выбору. Они необходимы в первую очередь тем, кто желает продолжить обучение в ВУЗе. Поэтому выбор должен быть основан на том, по какой специальности или направлению подготовки намерен продолжить обучение участник ЕГЭ. И какие предметы ВУЗ засчитывает в качестве вступительных испытаний в каждом конкретном случае. Напоминаем, единый госэкзамен в этом году пройдет в три этапа. Досрочный – с 20 марта по 10 апреля. Основной – с 27 мая по 1 июля. И дополнительный – с 3 по 20 сентября. Начнутся досрочные основной периоды ЕГЭ с экзаменов по географии и литературе. Это были все новости к этому часу. С вами был Егор Матаев. Увидимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова